Всем привет! Меня зовут Вячеслав Михайлов, я из того же офиса с Штой Валя, и тоже архитектор. Как ни удивительно. Мы там кучно легли. Вот, нас там много. Сегодня я хочу поговорить о классических паттернах. На самом деле, немного чего-то по простейшим паттернам. Уже получилось 40 слайдов. Ну, не знаю, как пойдет. И так, уже затянули. На самом деле, времени нет и нет. Может быть, даже сократим, посмотрим по ситуации. Вот, кто из вас программисты, вот реально девелоперы, кто код пишет? Поднимите руки, пожалуйста. Ну, больше половины. Хорошо. Так, чтобы примерно понимать языки, кто сервер-сайдом занимается? Тоже хорошо. А кто занимается UIM? А чем занимаются те, которые не подняли руки ни там, ни там? Стистяй! Мне просто интересно. Правда, любопытно. Может, я что-то не знаю. Ну, мобильное приложение – это фронт-энд, все-таки. Значит, так или иначе, паттерны… Вот зачем вообще паттерны? Паттерны – это такой язык, на котором вы общаетесь друг с другом, и вам очень легко одним-двумя словами объяснить, что и как вы делали, и не надо объяснять, почему именно так. Потому что некоторые паттерны могут показаться излишне запутанными на первый взгляд. А когда читаешь книжку по паттернам, какого-нибудь GoFa там, ты понимаешь, что на самом деле ты большинство этого уже и так использовал, дошел до этого сам головой. Но теперь ты понимаешь, что оказывается оно вот так называется. А мы поговорим про простейшие. У нас три простейших паттерна, и там чуть-чуть посложнее один сюрприз в конце. Значит, вот когда вы следуете паттернам, у вас все хорошо, а когда вы им не следуете, либо следуете им неправильно, у вашего проекта появляется тетемное животное. Вот такое. Это писец, и он полный. Назовите мне самый популярный паттерн. Браво. Естественно, он первый. Еще мы сегодня поговорим про паттерн-репозиторий, про который я писал статью, про инитуфорк. Мы тоже поговорим. Также мы чуть-чуть поговорим, очень кратенько, про одну такую серьезную ошибку, которую допускают, когда думают, что они пишут микросервисы или делают сервис-ориентированную архитектуру. Там про микросервисы у меня вообще отдельный доклад есть на два часа. И сейчас мы не будем в это углубляться. Но вот есть одна большая проблема. Вот если ее избегать, уже будет лучше. Так как по принципу Парета 80-20. Значит, берем синглтон. Зачем нужен синглтон? Зачем? Ну, единая точка входа для чего? Отличный план. Ну, попроще что-нибудь. Что, память экономить? Ну, например, конфигурации. Это одно из состояний. Например, вы можете с помощью синглтона реализовать кэш, опять же, какое-то внутреннее состояние. У вас какие-то общие ресурсы, которым вы контролируете доступ. И один из способов может оказаться таким. Вы просто не хотите, чтобы у вас плодилось много инстансов. Вот так выглядит простейшая реализация на Sharpia. Вот там джависты тут тоже догадаются примерно о чем речь. Какая здесь проблема у этой простейшей реализации? Она, естественно, потока небезопасна. Потому что если вдруг два конкурирующих потока придут и попросят инстанс в один момент времени, то в зависимости от сложности создания и времени может оказаться так, что повторно созданный инстанс перетрет предыдущий созданный инстанс. Или вообще оно где-нибудь там задолочится в зависимости от сложности. Потому что бывают, пишут такие синглтоны, которые вычитывают половины базы. Вот с легкостью. Там какой-нибудь lookup сервис, который почему-то должен жить синглтоном, и он в момент старта в статик конструкторе берет и вычитывает просто гигабайты. Да-да-да. Списки какие-нибудь, справочники. Это классика просто. Классика жанра. Теперь мы такие умные же. Мы же знаем блок. Мы даже на лист не будем лочиться. И какая здесь проблема? Ну то есть понятно, что он thread safe, да? Ну то есть нет проблем никаких. Какая здесь проблема? Что такое жестко лочится? Такой как-то вы бы жестко лочите. А можно по нижней? Он как раз таки лейзи. Он лейзи, потому что он при первом обращении, вот этот оператор, он проверяет, что если вот эта штука null, то значит выполняется вторая часть. Для тех, кто не знаком с этим синтаксисом дутнета. Он каждый раз будет лочить, совершенно верно. Это значит, что нет так называемого fast path optimization. Это значит, что он просто медленный, как танк вообще. Потому что лок – это тяжелая операция. Это около ста инструкций примерно. Это реально очень тяжелая операция. Если вы ее будете выполнять часто, то это будет очень медленно. Мы теперь стали умными. Как называется этот паттерн? Да. И у нас он thread safe. У нас есть fast path optimization. Но какая у нас проблема? Проблема у нас такая, что далеко не каждый это может написать. И, к сожалению, пишут, черти что. То ли лочатся надвис, то ли инстансы проверяют в непонятных местах. Но вероятность ошибок в таких местах достаточно велика. Решар, правда, по-моему, умеет. Есть такой вариант. Когда мы берем и на этапе инициализации первого обращения к типу создаем инстанс и к нему обращаемся. Он простой, не затеянный, как грабли. Он потокобезопасный. Но что с ним не так? Чего? Не на Джане написано? Выйди за дверь. Он жадный, потому что он будет создавать инстанс в тот момент, когда произойдет первое обращение. То есть, когда либо инстанс этого класса, либо тип просто этого класса будет указан, не знаю, в параметре конструктора банально, или там где-то будет использован, при загрузке других типов загрузится и этот, и загрузится, и создастся его инстанс. И это может привести к долгой инициализации типов и, соответственно, к долгой загрузке приложения. То есть, он просто тупо жадный. Как бы зачем это надо? Есть более хитрый способ. Вот такой. Когда вы берете, создаете внутренний класс, и обращение к нему, так как обращение к нему возникает только вот в этот момент, это значит, что инициализация у него возникнет в дотнете только в этот момент. Все здесь прекрасно. Он и без потока безопасный, и простой, и лэнзи. Но что с ним не так? Ну, мы покажем, не страшно. Ну, а кто на дотнете пишет, кроме Саши? Да, полно, да. То есть, вы должны прочитать. Он, как и все предыдущие, вообще не тестируемый никак. Синглтон, это в такой реализации полнейший антипаттерн. Если вам нужно решить проблему сингл-инстанса какой-то сущности в вашем приложении, например, вам нужна конфигурация, которую вы читаете однократно и потом используете во всех ваших других приложениях. Используйте DI. Делайте, описывайте конфигурации, читайте его как хотите, тестируйте как хотите, но потом, в тот момент, когда вы хотите описать эту конфигурацию, зарегистрировать, собственно, торт пасс, который реализует ваш интерфейс, интерфейс вашей конфигурации, вы просто описываете его сингл-инстансом. И если уж так приспичило, что нужны синглтоны по какой-то причине, делайте их так. Не делайте их вот ни одним из предыдущих способов. Они все не нужны. Потому что в такой ситуации вы, если вам потребуется протестировать отдельно какие-то куски, либо подменить зависимости от каких-то внешних событий, подменить различные реализации, например, вот Валя недавно, мы с ним обсуждали эту проблему, и как раз у него в проекте возникла ситуация, что ему нужно было, конфигурация загружалась синглтоном, но в какой-то момент наступил, появились новые требования, когда нужно было запустить в рамках одного процесса два инстанса, чего-то там, с разными конфигурациями, прочитанными из разных мест. Ну, допустим, вы пытаетесь сделать какой-то multi-tenant application. У вас был single-tenant application, стал multi-tenant application. Все, вилы. Это надо все рефакторить. Здесь вы можете сделать инжекшн с параметрами, либо вообще сделать фабрику, и просто на уровне конфигурации решить эту проблему. Все остальное менять не нужно. Ну, и мои любимые unit-тесты пишутся существенно лучше. Решается с приватными конструкторами. Ну, то есть, вот действительно есть такой опыт, буквально недавно пришлось отрефакторить половину кода. Ну, как-то сначала берешь, делаешь приватный конструктор, потом идешь, везде все вычищаешь. Да. Тяжело, но что делать. Соответственно, ThreadSafe, да-да-да, все хорошо. Вопросы по Singleton? Нет, прекрасно. Все очень просто. Нет Singleton, нет проблем, да. Следующий, с точки зрения статистики, наверное, встречаемся. Я не стал говорить про фабричный метод и абстрактную фабрику, потому что в реальности не смог найти таких серьезных ошибок в этих паттернах. Они тривиальны по большей части. И обычно люди в них не ошибаются, за исключением, может быть, абстрактной фабрики, когда намешивают там кучу всего, и абстрактная фабрика не создает связанные деревья. Но не так это страшно, это не такая большая проблема. Репозитории есть несколько ключевых проблем. Вообще, для начала, зачем нам нужен репозиторий? репозиторий нам нужен для того, чтобы разделить логику и данные, и механизмы их хранения, если нам это требуется с точки зрения нашего дизайна, и обеспечить однообразный доступ к этим данным вне зависимости от того, какие мы используем. УРМы, механизмы доступа к данным, файлы, базы, какие ресурсы у нас есть, и это отчасти, но только отчасти упрощает нам процесс тестирования, потому что мы можем вместо реальной базы подложить какую-то инемори реализацию, потому что не всегда может показаться так, что, допустим, у меня в одном проекте есть NoSQL Mongo база данных. Я не знаю инемори эквивалента для Mongo. Соответственно, мне будет тяжеловато воспользоваться предыдущим подходом, но взяв репозиторий, я могу реализовать, сделать другую реализацию Mongo репозитория, который будет с нашего, с моего собственного репозитория, который будет называться какой-то тест-репозиторий, который будет читать из известной мне и memory база данных, и все будет просто. То есть, да, можно тестировать в изоляции, и можно прозрачно, если у нас есть стандартный репозиторий, то можно стандартно реализовать кеширование, потому что кеширование это не что иное, как некий прозрачный для потребителя и для источника данных слой, который не вносит никакой дополнительной функциональности. С точки зрения бизнес-функциональности, он просто абсолютно прозрачен, он влияет только на нефункциональные требования, то есть, он просто делает что-то быстрее этот кеш. И кеш by design вот можно вот так вот выдернуть кеш, и все должно работать. Если ваш кеш нельзя так выдернуть, значит кеш написан неправильно. И очень важно, что можно используя паттерн репозитории создать дополнительную абстракцию между базой и вашими доменными сущностями и не следовать той структуре базы, которая вам навязывает специфическое хранилище. Не создавать специальные foreign-ключи, не создавать связи, дополнительные таблицы для связи много-комного и так далее. Этого можно избежать. То есть, если вам нужна коллекция, которая мапится на коллекцию, или там дикшнери, которая хранится в вашем бизнес-объекте, вы все это можете сделать с помощью репозитория. Вы в репозитории из дата-объектов формируете бизнес-объекты. И в этом, по факту, чуть ли не основная задача этого паттерна. Вот так это выглядит с точки зрения взаимоотношения сущностей. Все достаточно очевидно. Внутри репозиторий инкапсулирует маппинг из доменных, из дата-сущностей в бизнесовые сущности, ну и наоборот. Вот сюда идет квери, сюда идет запрос на сохранение. И не обязательно механизмы сохранения и чтения должны быть одинаковые. То есть, если вы спрятали что-то за репозиторием, вы можете в какой-то ситуации использовать антифрейморк, в какой-то ситуации можете взять даппер, в какой-то ситуации можете вообще балконсерпан залить. Вот как вам удобнее? Главное, что репозиторий остается стандартным интерфейсом и вы можете на это рассчитывать, и это важно. Вот так выглядит репозиторий в данной ситуации просто маркерный интерфейс, он совсем пустой. Вот детально список всех, все исходники есть у нас в конференсе в .NET в .NET комьюнити. Если интересно и нужно такое, например, для Java, я думаю, можно попросить Java комьюнити тоже что-то такое реализовать. Я думаю, могло бы быть полезно, то есть вот эти код-сникеты можно просто оттуда брать и использовать прямо как есть. Отдельно отдельного внимания заслуживает последний iQueryble. часть некоторые авторы говорят о том, что iQueryble это опасный интерфейс, потому что с помощью iQueryble можно вытащить практически всю базу. Но тут есть интересный момент. Я считаю, что если мы говорим о и думаем в терминах domain-driven дизайн, то репозиторий это такая штука, которая работает с агрегейт рутами. То есть это самый верхний уровень вашей иерархии. То есть если мы говорим о DDD, агрегейт рут это то, за что вы все вытаскиваете из базы. У вас нету такой ситуации, когда вы вытаскиваете отдельный объект, потому что вы вытащили верхний объект, а все остальное вытащили уже через него. потому что внутренние объекты под агрегейт рутом не имеют ценности без внешнего объекта. То есть наполнение какой-нибудь там товарной накладной не имеет смысла без этой самой накладной, она просто не существует. Так же как и получается, что а за рамками агрегейт рута, если мы исследуем DDD, связи вообще запрещены. То есть у вас не может существовать связи, между сущностями, входящие в разные агрегейт руты. И получается в такой ситуации, что да, вы можете вытащить один агрегейт рут, ну и хорошо, может вам так удобнее. Просто нужно исследовать DDD, в такой ситуации вы не вытащите все. И дальше, если мы говорим, например, о том, где это может быть удобно, наибольшего удобства это достигает ситуации, когда посредством нескольких прослоек вы вытаскиваете ваши данные допустим в какую-нибудь REST API. И современный способ вывода, ну отдачи коллекции в REST API это что? Кто знает? Ну протокол как называется? OData, да. OData протокол, который работает, опирается на бакенде на iQueryable. и в такой ситуации вот эта вся реализация становится тривиальной. То есть вы просто отдаете репозиторный IQueryable в REST API и все. У вас автоматически бесплатно получается пейджинг, фильтрация, сортировка, все что угодно. То есть вот REST API становится реально таким профессиональным компонентом. Не просто какая-то штука, которая умеет какие-то сущности достал, положил, а действительно что-то удобное. Дальше. После того, как у нас есть описан базовый репозиторий, мы делаем репозиторий для наших конкретных сущностей, потому что задача репозитория скрыть детали реализации и хранения именно детали маппинга, но в зависимости от различных бизнес-запросов у нас могут быть различные запросы к базе данных, потому что, как мы помним, данные мы уже переживали, трансформировали и сделали из них что-то другое, что удобно в нашем домене. Поэтому такие методы очень полезны и в зависимости от персистенции и от способа доступа к базе они будут на порядок быстрее. и этот способ решает вопрос обычных нефункциональных требований, в частности перформанса, потому что если мы, допустим, будем искать по имени стандартным там какие-нибудь where, то не факт, что это будет хорошо работать, но мы можем взять там SQL или какой-нибудь full-text search, у которых синтаксис у него другой, формируется запрос по-другому и через стандартный Acqueryble нам его не вытащить. Поэтому вот такие методы позволяют существенно увеличить перформанс. И на самом деле сделать контракт более строгим, что тоже важно. Чем строже контракт, тем надежное приложение, то же как известно, самая слабость контракта это строка. То есть можно взять стерилизовать строку туда-сюда, но лучше от этого никого не будет. Вот так это все выглядит с точки зрения диаграммы. То есть если мы возьмем какой-нибудь фреймор репозиторий, который реализует базовую реализацию, и затем мы делаем уже частную реализацию для конкретной сущности, для конкретной иерархии сущности, для конкретного дерева, которое нам надо вытаскивать. То, что у нашего кастомера, которому мы взяли количество примера, может быть все, что угодно, какие-нибудь категории, страны, все, что угодно может быть. Вот тут очень важный момент базовой реализации. в котором очень часто допускают ошибок. Таких ошибок, я пока писал статью по репозиторию, искал разные, конечно, в интернете реализации, ну просто миллион, через одну натыкаешься на это. И все почему-то считают, что это супер правильно. Вот делают вот так. Вот появилась вот эта строка. Там появилась не важно, это я так редактировал. Появилось safe changes. Казалось бы, вроде так и надо. Ну что, мы взяли, что-то добавили сущности, сохранили контекст, да? Все нормально? Ну кто знает, почему это плохо? Именно. Нам нет возможности. Так как safe changes по факту это коммит того, что мы наделали, у нас нет возможности контролировать этот момент времени. Просто нет его. Поэтому такой строчки ни в каком виде в репозитории быть не может. Репозиторий это только механизм трансформации ваших бизнес-объектов в то, что потом когда-то полетит в базу. И если вы хотите вокруг этого потом взять какой-то оркестратор, то это будет unit of work, который пройдет нашим следующим паттерном. А это всего лишь такой трансформатор из бизнес-объектов в дата-объекты и обратно. Ну первично на самом деле из дата-объекта, но не важно. Не так принципиально. Вот здесь показана наша реализация, кастомная реализация фильтрации в зависимости от которая скрывает детали персистенса, потому что допустим этот статус может быть недоступен или иметь какое-то непонятное значение требовать каких-то кастингов из интов в инамы и так далее. Это все очень удобно можно скрыть и вы общаетесь только через какой-то стандартный эпидемент. Какие чаще всего ошибки встречаются когда мы пишем репозиторию? Почему-то люди думают, что основная задача, которая решает репозиторий это возможность поменять механизм доступа к данным или возможность поменять базу данных. Вот мы жили на сиквеле и переехали на Oracle или что-то еще. Вот за 20 лет мне ни разу этого не случилось. Никогда не нужно менять базу. Это вот как Валя спрашивал про машину базу нужно менять еще реже. Это утопия совершенно полная. Она просто не работает. К тому времени когда док почему-то по-насу поменять базу либо аппликейшен устаревает либо появляется еще миллион других причин почему этого не нужно и дорого и так далее и тому подобное. Иногда люди считают что для каждого конкретного случая вот есть у нас контроллер и нужно вот этого контроллера строить свои репозиторию. Нет это не так. Репозиторий отвечает за сущности. Соответственно если сущность используется в нескольких местах соответственно этот репозиторий можно спокойно использовать в нескольких местах. И последнее то что мы только что обсудили это как раз коммит данных в самом репозитории. Unit of work плавно переходим к нему. То есть когда мы поняли что да у нас есть репозиторий который вроде как умеет данные класть а теперь им было бы неплохо поставить финальную точку и сказать ну окей а теперь давай ты запиши это все что мы изменяли уже в базу чтобы мы были спокойно зачем нам нужен unit of work для того чтобы объединить для того чтобы на самом деле обеспечить консистентность в первую очередь консистентность обеспечивается за счет в наших сериалях за счет того что мы шарим деби контекст между разными между разными репозиториями это значит что гарантированно мы работаем через одну коннекцию гарантино гарантированно мы работаем с одной базой и гарантированно у нас будет транзакция которая не будет ни в коем случае никакой там DTC транзакции и это значит что все будет достаточно быстро соответственно мы убеждаемся что есть консистентность и организуем бизнес транзакцию когда нам нужно выполнить несколько различных действий над агрегейт рутами потому что если у нас есть в рамках агрегейт рутов например нам нужно в не знаю какая-нибудь сущность описания компании нам нужно добавить записание компании сотрудника у нас компания может вступать агрегейт рутом и добавление сотрудника это просто метод репозиторий добавить сотрудника вот добавили сотрудника он добавил там какую-то коллекцию потом где-то заперсистит это но если нам нужно выполнить какую-то допустим проводку начисления зарплаты сотрудника то это вовлекает сразу несколько несколько агрегейт рутов это может вовлекать сотрудника у которого надо прочитать состояние его параметры, его базовую ставку, бонусы и так далее, отпуская, это все надо прочитать из карточки сотрудника, надо в аккаунтинге сделать транзакции, которые списывают со счета компаний, надо сделать в аккаунтинге транзакции, записывающие на счет сотрудника, и там черт, и что еще, и желательно, чтобы это было все в каком-нибудь там repeatable read режиме, чтобы пока мы все это делали и произошли изменения там в карточке сотрудника или в состоянии баланса, у нас в момент коммита все не откатилось, поэтому мы делаем бизнес транзакцию, выполняем все эти действия с разными репозиториями и дальше уже все это коммитим в конце. И, конечно, юнитов орг, так как он понимает, что он делает с точки зрения бизнеса, потому что он пишется под каждый конкретный случай, он пишется под каждый конкретный случай, он знает, как там, допустим, надо добавить, не знаю, миллион каких-нибудь записей в аккаунтинг. Это можно существенно упростить, если использовать там разные дикшнеры и так далее. То есть именно сам процесс обработки может быть существенно оптимизирован за счет того, что он знает, с чем он работает, он работает в этом контексте. Вот так выглядит с точки зрения взаимоотношения сущностей, да, то есть вот у нас не было никакого, у нас есть, допустим, внешний контроллер какой-то, который работает непосредственно с репозиториями, и у него нет никакой бизнес транзакции. То есть что бы тут ни происходило, если вдруг по какой-то причине оно здесь отвалится, то мы здесь в базе получим неконсистентные данные, что, естественно, плохо для всех, да. И начинаются всякие решения непонятные, давайте мы здесь сделаем в истории процедуру, которая будет почему-то иметь доступ одновременно и к этому поддереву, и к этому поддереву, и так далее. И все, и привет. То есть дальше уже приходит тотемное животное. Чуть-чуть про реализацию, значит, что у нас получается. Значит, вот так элементарно выглядит unit of work, это тоже есть, на .NET комьюнити можно посмотреть. Вот так выглядит базовая реализация, и здесь интересный момент, я специально оставил, у меня были какие-то эксперименты в моем тестовом проекте, я экспериментировал с bulk апдейтами, у меня полностью скрыто, принятие решений о том, каким образом сохраняются сущности в контексте. То есть если unit of work понимает, что ему добавили сущностей больше, чем тысяча штук, то неважно по какому критерию, он считает, что в этой ситуации bulk update будет работать быстрее. Потому что bulk, он тоже не бесплатный, он создает какие-то временные таблицы, туда это перекачивает, заливает, потом там идет трансформация. То есть там ради одной записи заморачиваться не стоит, ради десяти тоже не стоит, даже ради ста не всегда стоит заморачиваться. А вот ради тысячи уже возникает, я уже не помню порог, не так важно, это экспериментальная цифра. Но суть такова, что мы таким образом скрываем эти детали от основного бизнес-кода. Нам нет необходимости это знать. Мы просто запихнули то, что хотели запихнуть и забыли про это. Все. Вот так выглядит. Тут, пожалуй, самое сложное с точки зрения понимания штука, потому что она содержит в себе одновременно несколько таких важных вещей. Первое – это тот контекст, с которым будут работать все. Этот контекст шарится между всеми репозиториями. Второй момент – это то, что мы передаем репозиторий как фабрику. То есть наш unit of work должен контролировать время, контролировать непосредственно этот репозиторий. Потому что избежать различных concurrency проблем и так далее нам совершенно не нужно, чтобы вот к этой достаточно глупенькой прословичке, которая перекладывает данные в контексте определенным образом, каким-то образом, неважно каким, возникли какие-то взаимодействия, связанные с многопоточным доступом. Поэтому мы создаем здесь чистый свежий репозиторий через фабрику и уже выставляем эти репозитории как свои в рамках unit of work. То есть мы знаем, что это такое. То есть этот unit of work контролирует те репозитории, с которыми он работает. Это важно. И, собственно, вот так выглядит бизнес-код. То есть мы создаем unit of work, мы начинаем бизнес-транзакцию, мы добавили кастомера, мы добавили аккаунт к нему, мы все сохранили. Внутри эта штука, если была создана транзакция, она ее коммитит, если транзакция по какой-то причине развалилась, то, очевидно, здесь при освобождении этого объекта транзакция откатится. Красиво и изящно, пользуйтесь на здоровье. Основные ошибки. Как мы уже говорили, использование коммита из репозитория. Передача. В некоторых реализациях я видел такое извращение, когда коммит есть в репозитории, но еще у репозитория есть альтернативная схема поведения, когда ему передают туда unit of work, и он как бы знает о том, что он работает в рамках unit of work. С точки зрения организации кода, тоже плохой подход. И последний плохой подход, это когда у вас есть один generic unit of work, который просто, единственное, что он делает, он коммитит контекст, больше ничего он не умеет. В такой ситуации он ничего не знает про репозитории, он ничего никак не может оптимизировать, и по большому счету контроля там ноль. Можно сделать unit of work, который по большому счету является просто надстройкой, над одиночным репозиторием, потому что нам же надо как-то контекст коммитить. Поэтому такой generic unit of work допустим. Но если у нас появляется больше одного репозитория, то все, уже нельзя это сделать. И последняя ошибка, да, это то, что unit of work бывает не контролирует репозитории. Я уже объяснил, почему это плохо. Так, по репозиториям и unit of work, потому что у нас дальше микросервисный момент. Есть какие-то вопросы? Да. Да. Так же через, через DI. То есть можно описать фабрику простейшую, которая создает unit of work, и через DI ее зарегистрировать как фабрику. На дотнете пишешь, ты же руку поднимал, я помню. Вот зайди на конференцию, посмотри, там есть код этой фабрики. Немножко про микросервисы. У меня есть моя любимая картинка. Далеко не все, что вы взяли, раскидали по разным процессам, вдруг внезапно становится микросервисной архитектурой. Там про это очень серьезный и долгий разговор. Я хочу остановиться на одном простом моменте. Представьте, что у вас есть там три разных сервиса. Вот таких. И они все работают с данными. Два зелененьких, одного цвета, потому что это два инстанции одного этого же сервиса на разных номерах. И вот это и есть основная проблема. В микросервисных архитектурах и в сервисориентированных архитектурах в целом, которые чуть более, чуть менее стрикт, да, чем микросервисные, концепция в том, что сервисы взаимодействуют друг с другом через сервисный контракт. Если вы создаете приложение вот такого вида, то у вас просто монолит, который живет на разных нотах. Вот и все. Задача любого сервиса – это спрятать от вас реализацию и хранение, и ответственность за это хранение в базе данных. То есть сервис доступен для всего остального мира исключительно через сервисный контракт. То есть если у вас вот так работает децентрализованный сторож в микросервисной архитектуре, и в нем вот такие связи, в принципе, невозможно. То есть никакие два разнотипных сервиса не имеют доступ к одной базе. Единственное исключение, когда это один и тот же сервис, но живущий на разных нотах. В этой ситуации знание никакое наружу не выходит, и по факту вы не увеличиваете каплинг. Потому что если вот в такой ситуации у вас оказывается, что общая база, то желание запилить какую-нибудь сторид-процедуру, которая уходит по сущностям из разных сервисов и что-то делает, оно настолько велико, что побороть себя очень сложно. Или какой-нибудь отчет. Ну запилите нам быстро отчет. Это же недолго. Запилили 200 отчетов, и все, приложение умерло. Развиваться нельзя. Жестко разделить логически, это вот эта картинка. Потому что я, по-моему, говорил в первый день о том, что когда мы говорим о разделении, мы в первую очередь говорим о логическом разделении. Потому что физически эти все три штуки могут жить в одной базе на одном сервере. Это не важно. Это решается в момент дипломента. Это не та задача. Если они логически разделены, они формально друг про друга ничего не знают. Поэтому, то есть можно, конечно, написать, но если вы будете иметь в тестовом окружении две разные конфигурации с разной структурой базы, то любые функции, которые кто-то написал на базе, имеющие доступ к другим логическим схемам, сразу вылезет. Оно все развалится моментально. Поэтому даже до продакшена не дойдет. Поэтому вот так делать нельзя. И единственный способ это вот так. Вот здесь вот по-хорошему надо было написать такую большую стрелочку и написать вот балансер. Я зеленился. И если мы говорим, ну хорошо, ну и чего, и каждый должен знать про каждого? Ну да. В такой ситуации у нас возникает польза от использования месседжбаса в нашем приложении. То есть если у нас есть архитектура, управляемая событиями, то вот эта схемка говорит о том, что мы при создании ордера, допустим, к клиенту в таблицу пойти не можем ни при каких условиях. Нам нельзя туда ходить. Соответственно, что мы делаем? Мы на общий медиум какой-то бросаем сообщение. Эта штука подписывается, читает сообщение определенного рода, выполняет некую функцию, кидает обратно. Та сторона в режиме саги, то есть в режиме контролируемого workflow, получает ответ и продолжает исполнение операции. При этом все синхронно, ничего не тормозит, ничего не лочится. И есть вопросы про микросервисы, потому что у нас в реальности уже полдесятого, я уже тоже час почти говорю. Да что такое? Нет, 40 минут, все. Значит, хотелось бы поговорить в качестве бонуса о времени. Мы вот буквально вчера разговаривали на одну интересную тему, как табличку примержить. И это меня заставило создать еще один слайд. Ну, не один там питок. Да. Для того, чтобы мы понимали, ну, то есть понимать, в каком микромире это все работает. А предположим, у вас есть конструктор Lego, вы хотите его собрать. И мы будем пытаться с вами работать как компьютер. Вот примерно так же, да? И давайте предположим, что мы такие быстрые и ловкие, что мы одну детальку можем ставить за 0,1 секунды. Ну, это мы вообще монстры, да? То есть это реально очень-очень быстро. Очень-очень быстро. У меня есть данные там где-то, ну, наверное, они пары лет давности по таймингам. То есть они, наверное, сейчас чуть-чуть поменялись. В конце у меня есть общая таблица. Особо щепетильные ребята могут пойти пересчитать. Но порядок примерно такой. То есть там что-то, может быть, стало быстрее, но не принципиально. Так вот, если мы в качестве одной инструкции подразумеваем, что это установка одной детальки, то это 0,1 секунды. Теперь, когда процессор по какой-то причине ошибся и сделал неправильный переход, то есть вы выбрали не ту детальку. То есть вот у вас детальки здесь лежали, как в кэше, да? У него идет, берете последовательные детальки, да? И вы знаете, где лежит следующее. И знаете, то есть вы знаете, там взяли желтенькую, знаете, что после того, как взяли желтенькую, обычно вы берете красненькую. Вот это и есть branch prediction. И если вы взяли... Оказалось, что почему-то по схеме вам не нужна красненькая, а нужна зелененькая, вот подумайте об этом, у вас займет одну секунду. Если мы смасштабируем это все в реальный мир. Если вам нужно за какой-то задачей сходить в основную память, что-то вам потребовалось, то у вас уже это займет 5 секунд. Допустим, это лежит где-то в коробке, вам надо вытянуть руку. Дальше, если вам нужно по какой-то причине откуда-то перенести чуть больше, чем влезает в ваши руки, то вы возьмете, там будете это вот так собирать. Это лего, и потом перенесете. Это займет у вас 10 минут. За это время вы можете посчитать, сколько вы могли собрать. То есть, если бы у вас все это было рядом, вы бы уже все собрали, потому что там, в принципе, по-моему, 200 секунд получается. Если я правильно помню, 1869 деталей. То есть, 2000 деталей, это получается за 200 секунд вы бы это все уже давно собрали. Если бы все это было рядом, но, к сожалению, в кэш все не влезают. Поэтому приходится так работать. Дальше. Если вам нужно, не знаю, кинуть соседу в окно какую-то детальку, то чтобы оно долетело, вам потребуется 33 минуты. Это приличное время. За это время, если вы это все пожмете и кинете, то оно долетит существенно быстрее. То есть, стоимость пожать это все и потом кинуть может оказаться выгоднее, чем это просто кидать. Как есть. Если же вам надо, допустим, по какой-то причине прочитать 4 киловайта, это вроде ерунда, да? Данных с SSD, то как вы думаете, сколько это зовет? Ну, давайте, угадайте. Дальше. Следующий момент. Это когда из памяти вам надо прочитать много. То есть, допустим, не знаю, целый набор вы этого лего себе несете, да? Ну, реально очень много. Там 1 мегабайт в наших терминах это там 1 миллион деталек. Это действительно очень много, да? И это у нас займет всего лишь 13 часов. Поэтому, если вы думаете, что вам там пожать данные, там куда-то перекинуть или там прочитать их с диска, то такое понимание отношения этих таймингов очень быстро помогает вам принять решение. Потому что следующий барьер, следующий барьер, который идет, это что происходит, если вы начинаете общаться между разными сервисами в рамках одного дата-центра. Там есть у вас один микросервис, что-то пожевал, отдал другому микросервису, тот тоже что-то пожевал, какие-то большие объемы данных, хоп туда, хоп сюда. И вот каждый хоп будет занимать один день. Вот в терминах. Поэтому процессор почти все время отдыхает. В этом плане. То есть, сходил туда, целый день потратил. Пришел обратно. Как к другу сходил в гости. Прилучивался. Поэтому, если вы туда идете, вы тогда заботитесь, чтобы у вас летело какое-то приличное количество данных, либо минимизируйте количество этих шагов. Оптимизируйте, имейте у себя локальный кэш какой-то, или имейте у себя, не стесняйтесь еще раз посчитать. То есть, если у вас есть, допустим, коллекция, которая, допустим, у вас есть коллекция, вы вытащили ее часть. Потом, а нет, мне теперь надо вытащить еще вот второй сегмент, третий сегмент, пятый сегмент, десятый сегмент. Это означает, что вы 10 раз сходите куда-то к удаленному сервису. Вытащите сразу все, и потом иммемори все отфильтруйте. Потому что вы сэкономите дни вот в этих терминах. Следующий момент. Если у вас эти данные лежат где-то на диске, в базе, какой-то блок, в такой ситуации у нас уже стало два дня. Все становится существенно хуже. Следующий момент. Если у нас, к сожалению, оказался не SSD. Здесь все существенно хуже. Но и завершает нашу строчку, завершает нашу строчку все мои любимые... Меня часто спрашивают про кап-теорему, почему так получается, что нельзя одновременно консистенция, availability, partitioning реализовать. Потому что если мы берем partitioning, не знаю, с каким-нибудь recovery, там, дизастером, раскидываем в разные дата-центры, в разных регионах нашего шарика, то почему оно не может работать? Потому что каждый год... потому что у нас в таких масштабах времени один поход будет занимать почти год. Постарайтесь запомнить это, чтобы вы понимали примерный масштаб бедствия, что сходить в другой дата-центр, в другой части мира, это настолько дорого, что лучше это вообще не делать. А если делать, то делайте это асинхронно хотя бы. Да, то есть... Потому что если вы в этот момент еще и потоки залучите, в котором вы все это делаете, ну, будет совсем плохо. И для особо любопытных есть полная табличка со всеми расчетами. Вот могу отдать презентацию, тут все написано, где, какая, сколько инструкция занимает, пересчитано в наносекунды и переведено потом в дни. Можете посчитать, тут никого не обманываю. Спасибо.